Ребят, всем привет! Я рада видеть вас на моем канале и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим нет, не об этом необычном фоне, потому что вопрос фона всегда вызывает какой-то просто поток огромный комментариев, поэтому давайте это немножко опустим. Мы с вами сегодня поговорим о классных летних новинках, которые было бы очень здорово попробовать этим летом. Это, конечно, не из серии, что сразу все должны просто бежать в магазин и все это скупать, но, по крайней мере, если вас что-то из этого видео заинтересует, то это действительно хорошие вещи, которые я вам могу рекомендовать. Итак, давайте начнем и начнем мы с палетки теней. На самом деле палеток у нас будет несколько в этом видео, по-моему, даже две, наверное, и такие просто упомянутые будут палетки. Но начнем мы с самой, наверное, горячей новинки сезона. Это вот такая маленькая палеточка от Urban Decay Naked Heat. Как вы можете знать, у них вышла вот такая палетка, большая, и, собственно, это ее такая младшая сестричка, маленькая подружка. Почему вообще они выпускают вот эти вот маленькие палетки? Опять же, хотела вам показать еще свою палетку Naked 2 Basics, которая у меня уже несколько лет, которую я очень люблю. Это, наверное, самая часто используемая палетка вообще в моей косметичке, она такая супер базовая на каждый день, и она у меня стоит на моем столе, я ей постоянно крашусь. Вот когда мне просто нужно выйти из дома и нужно чуть-чуть там накраситься, я обычно беру именно ее. Дело в том, что они выпускают эти travel-версии как раз для этих целей, чтобы вы везде могли их с собой возить, и они не повторяют полностью своих старших сестричек, они как бы выходят в дополнение к ним. И в палетке Naked Heat в оригинальной были собраны вот такие вот теплые оттенки, которые были объединены темой летней жары и летнего зноя. В новой палетке оттенки совершенно другие, то есть они, конечно, похожи, потому что это все-таки вот одна такая тема, но они не повторяются. Выглядят они вот таким образом, тоже все теплые, все очень-очень красивые, и, кстати говоря, даже если у вас очень светлая кожа, вам не нужно бояться этих оттенков, потому что они как-то вот выгодно подчеркивают просто любой абсолютно цветотип. В этой палетке шесть оттенков, причем, что интересно, они полноразмерные, то есть объем теней вот в этих больших палетках, он точно такой же, как вот в этих маленьких. Пять оттенков здесь матовых, и один оттенок вот этот самый светлый, это хайлайтер. Ну, в принципе, по-моему, во всех вот этих маленьких палетках от Urban Decay это всегда так и обстоит. Она просто потрясающе пигментированная, как, в принципе, и оригинальная. Если вы любите тени от Urban Decay, которые супер легко тушуются, супер красивые, супер пигментированные, то есть это вот, ну, из всего рынка теней, которые есть, это всегда одни из лучших по качеству, вот прям топ-топ, то обязательно попробуйте. Если хотели, например, купить Naked Heat, но вот как-то в последний момент задумались, а нужны ли мне все вот эти вот оттенки, то попробуйте, по крайней мере, вот такую вот малышку, и уверена, что вы останетесь очень-очень довольны. И, кстати, можно иметь в своем арсенале вот такую с базовыми и вот такую с более теплыми. И следующая классная новинка это электроэпилятор от Brown, который называется Brown Silk IPL9 Sensor Smart. Если вы давно смотрите мой канал, то вы, собственно, помните, что я вам уже рассказывала про вот эту линейку эпиляторов от Brown. И это новая модель, в которой есть одна очень-очень интересная функция, про которую я вам сейчас расскажу. Но давайте начнем не с этой функции, а, собственно, с того, какие есть преимущества у электроэпиляции. Самое главное преимущество заключается в том, что вы с помощью электроэпилятора можете удалять даже самые короткие волоски длиной от 0,5 мм. То есть, если вы предпочитаете, например, восковую эпиляцию или шугаринг, то там волоски все-таки нужно отращивать. Но если вы пользуетесь электроэпилятором, то вы можете удалять даже самые короткие волоски. Второе преимущество конкретно Brown Silk IPL9 Sensor Smart заключается в том, что вы можете делать эпиляцию прямо в воде. У него водонепроницаемый корпус. Кстати, обратите внимание на то, какой он еще к тому же красивый, какой он эргономичный, как его удобно держать в руке. Ну и на самом деле дизайн у него действительно, ну вообще, потрясающе выглядит, честно говоря. Так вот, когда вы, например, лежите в ванной, когда вы уже подготовили свою кожу, у вас кожа распаренная от теплой воды, или, например, просто в душе, вы можете его прямо в воду опускать и делать эпиляцию. Это очень удобно, потому что таким образом волоски удаляются легче, и вы вообще не чувствуете боли. Это действительно очень здорово. Также давайте обратим внимание на то, что у него такой вот сам дизайн, в котором, во-первых, сочетаются красивые элементы, во-вторых, здесь плавающая головка, также здесь такой широкий, широкая полоска самих пинцетов, которая позволяет удалять волоски сразу с большой поверхности кожи, с большого такого участка. То есть, вам не нужно будет по несколько раз прям везде проводить эпилятором, потому что они способны сразу захватывать большой объем волосков. И, кроме того, здесь есть еще вот такие роликовые массажеры, которые вам делают небольшой массаж и расслабляют кожу в процессе эпиляции. В чем же заключается вот эта умная технология Sense Smart? Это технология, которая предупреждает вас о том, что вы что-то делаете неправильно во время эпиляции. И вот эта функция, она вас как раз предупреждает о том, что вы, например, слишком сильно давите на кожу, что теоретически способствует тому, что у вас возникнет раздражение. Поэтому вы с помощью этого эпилятора всегда знаете, что вы все делаете правильно и, соответственно, можете делать эпиляцию без раздражения. Также к этому эпилятору прилагается огромное количество классных насадок, и давайте я вам сейчас их покажу. Во-первых, это вот такая насадка с бритвенной головкой. Это если вы для очень чувствительных зон предпочитаете вот такую насадку. Она здесь тоже есть. Также это насадки для точечной эпиляции. Вот, например, вот эта предназначена для эпиляции лица. И что мне особенно понравилось, это вот такой вот триммер. К нему также есть две насадки. Одна подлиннее, другая покороче. И они предназначены для, так скажем, укорачивания тех волосков, которые вы не хотите удалять. Это вообще отличная штука, потому что обычно, знаете, триммер покупается как-то вот отдельно, а здесь он уже есть в комплекте. И две моих самых любимых насадки – это насадки для пилинга. То есть, опять же, есть такой миф по поводу эпиляции при помощи электроэпилятора и вообще при помощи любых механических, так скажем, средств, что они вызывают вросшие волоски. Это действительно так, если вы неправильно ухаживаете за кожей, то есть, если вы не делаете пилинг перед тем, как делать эпиляцию. И с помощью таких насадочек, одна из которых более жесткая, другая более мягкая, вы можете подготовить кожу идеально как раз к тому, чтобы уже делать саму эпиляцию, саму процедуру. Ну и чтобы немножко подытожить, электроэпилятор – это такой действительно быстрый способ эпиляции, который вы можете использовать очень даже приятно. Например, если вы делаете его в душе. Этот эпилятор можно использовать как влажным, так и сухим способом, но мне больше нравится влажный способ, потому что это, во-первых, безболезненно, во-вторых, ну просто очень даже приятно. Например, сделать эпиляцию перед сном, после ванны или даже лежа в ванне, потом нанести свое влажняющее средство, любимое какое-нибудь ароматное на тело и лечь спать. Или там просто нарядиться в свою самую любимую пижаму и смотреть кино. По-моему, очень даже хороший сценарий вечера. Вот, на этом я заканчиваю про эпилятор. Если вы им заинтересовались, то внизу в инфобоксе под этим видео будут промокоды, точнее промокод на скидку. Так что, если вы захотите его приобрести, то вы знаете, где смотреть важную информацию. Дальше хочу вас вернуть косметики и сейчас покажу вам свои потрясающие новинки от Шанель. Что-то меня тут немножко занесло, когда я последний раз ходила просто посмотреть в магазин косметики. Ну, как всегда, собственно, и бывает, когда заходишь только просто посмотреть, это обычно вот сигнал к тому, что сейчас что-то случится. А когда приходишь конкретно зачем-то, то бывает, что тебе либо это уже не нужно, либо этого нет в наличии, либо тебе просто как-то разонравилось. В общем, что касается Шанель, вот это новая их коллекция 2018 года, которая называется Le Beige. Но, на самом деле, вот эту коллекцию они выпускают каждый год, насколько я понимаю, именно к лету. Просто каждый год немножко различаются средства. В этом году они выпустили вот такую тональную основу, которая супер увлажняющая. И она, к тому же, придает коже здоровое сияние. Опять же, они каждый год выпускают ее в разных вариациях. Вот в этом году она вот в таком футляре, и плюс к тому же супер увлажняющая с показателем защиты от солнца SPF 30. Я ее, вообще-то, увидела в каком-то журнале в пробнике, попробовала, и мне она очень понравилась. Поэтому, когда я ее увидела на витрине, я решила, о, почему бы не купить? Дайте-ка я ее позвучу, а потом решила, что она мне определенно нужна. И она действительно, она супер увлажняющая. Что интересно, у нее невероятно легкое покрытие. То есть, она вот прям такая, как вуаль. Она очень похожа, по моему мнению, на биби-крем от Эрборин. Потому что она дает такой эффект, как будто у вас вообще нет макияжа на лице. Вы там под лупой будете рассматривать, вы не увидите, что там какой-то тональный крем. Но при этом она придает коже очень здоровый вид. У нее финиш сияющий, причем там как бы два комбинированных вида сияния. Во-первых, это вот этот вот внутренний такой свет, который более перламутровый, более сатиновый. Во-вторых, это все-таки мелкие блестки. Вы знаете, если обычно я говорю, ой, боже, блестки, это так ужасно, это там некрасиво как-то смотрится, то здесь они, на удивление, выглядят гармонично. То есть они настолько как бы мелкие, их довольно много, и они настолько сами по себе красивые. Они еще, причем какие-то такие серебристые, незолотистые. В общем, выглядит очень здорово. Поэтому если вы любите Шанель нежной любовью и думаете, какое бы тональное средство мне попробовать, то вот это очень хорошее. Но единственный момент, что я его не рекомендую тем девчонкам, у которых очень жирная кожа, потому что, во-первых, здесь реальный эффект сияния довольно сильный. А во-вторых, если у вас очень жирная кожа, вам может оно показаться, ну, как бы чересчур таким увлажняющим, если вы понимаете, о чем я. Я это не к тому, что жирную кожу не надо увлажнять, а к тому, что вам может все-таки быть, ну, немножко чересчур вот его текстура, чересчур тяжелый, как ни странно. Кстати, собственно, не упомянула, что оно у меня сейчас на лице. И следующее средство тоже от Шанель. Опять же, а то сейчас у меня на лице нанесено в качестве румян. Это вот такая вот пудра, которая также из этой коллекции, и это пудра, которая называется Гармония. На самом деле, пудра достаточно интересная по той причине, что у нее целая куча разных применений. Во-первых, ее можно наносить как такую немножко брондирующую пудру на все лицо, если вы хотите придать такой суперлегкий оттенок загара, но тогда наносить нужно очень легкими движениями, чтобы, ну, никаких пятнышек себе не поставить более темных. Во-вторых, можно использовать эту палетку как именно палетку с румянами, со скульптором, с бронзером, то есть вот как-то исхитриться, набирать отдельные продукты. В-третьих, можно использовать как легкую брондирующую пудру, которую вы будете наносить только по тем точкам, где хотите придать именно вот это бронзовое сияние. И в-четвертых, можно использовать как румяна. Как, собственно, использую я. Просто беру вот эту кисточку, которая здесь приложена в наборе, она, кстати, оказалась очень хорошей, смешиваю все сразу и наношу как румяна. Она имеет тоже такую сияющую, сияющий финиш. Она супер такая тоненькая, тоненькое покрытие у нее. И немножко напоминает, опять же, метеориты вот Герлен, но все-таки другая. То есть у метеоритов более заметные блесточки какие-то отдельные, а здесь такой мелкий помол, что вы видите вот это сияние, вы видите, что да, есть какие-то отдельные частички, но они просто супер мелкие. Великолепная вещь, очень приятно пахнет, кстати, как и тональная основа. И мне прям очень-очень понравилось. Ну и тем более здесь вот этот вот футлярчик из вот этой линейки, тоже очень симпатичный. Что у нас здесь еще? А дальше у нас будут вот эти новые помады от Lime Crime. Называются они Plushes. И это их новая формула. То есть если вы помните знаменитые помады от Lime Crime матовые жидкие, то вы примерно себе представляете, какая там была формула. То есть это вот такие самые классические матовые помады, которые имеют очень жидкую текстуру, которые застывают на губах прям вот сразу, как вы их наносите, дают плотное покрытие, но при этом вы его ощущаете. И они все-таки подсушивают губы. Здесь совершенно другая, ну как бы и текстура, и все остальное. А вообще Lime Crime вот эти помады позиционируют, как вуаль для губ. То есть они сами по себе просто невероятно легкие. Если вы не любили предыдущие помады, вот Velvet Tints классические, именно за то, что они довольно плотные, то вам очень понравятся вот эти. Если вы в принципе любите матовые помады, вы их когда наносите, они опять же супер жидкие. Они немножко напоминают тинт, потому что они не дают вот прям с первого раза какого-то очень плотного цвета. С первого раза он более такой полупрозрачный, застывает в матовый финиш и красиво выглядит. Но если вы нанесете два слоя, у вас не будет такого, как у классических помад Lime Crime, что, знаете, там два слоя, у вас уже просто вот такие запаянные губы в какой-то асфальт, и вы ими пошевелить не можете. Наоборот, у вас губы останутся подвижными, вы не будете ощущать этот слой. И, собственно, сами цвета тоже очень красивые. Мне, честно, мне они намного больше понравились, чем оригинальные помады от Lime Crime. И у меня из 12 оттенков есть 8. Из этих оттенков мне на самом деле больше всего понравился вот этот, который называется турецкая сладость, турецкая вкусность, которая сейчас у меня на губах. Идем дальше. И здесь у меня следующая новинка. Это за бодишоп и их новые йогурты для тела. Вы можете подумать, боже мой, что это еще такое? Какие-то йогурты теперь для тела. Были уже баттеры для тела. Были там всякие лосьоны, теперь еще йогурты. Ну, мне тоже кажется, что это, знаете, йогурты, какое-то название такое странноватое. Ну, ладно, это не важно. Важно, что это суперлегкий какой-то лосьон для тела, который очень быстро впитывается. То есть он впитывается, буквально вы его нанесли, он сразу впитался, и при этом он очень увлажняющий. Написано по поводу этой линейки, что она вот увлажняет на 48 часов. Здесь на этикетке. Я не могу сказать, что это вот прям реально 48 часов, но они действительно хорошо увлажняют кожу. И почему я вам хотела их показать? Потому что они очень приятны именно в летний период, когда вы не хотите какое-то использовать тяжелое такое увлажняющее средство, а еще потому, что мне безумно понравился вот этот аромат британская роза. Я его раньше не пробовала среди разных средств от The Body Shop, но у него такой нежный запах, такой приятный. И вообще здесь, по-моему, шесть разных ароматов в этой новой линейке. И этим летом они еще обещают выпустить новый аромат банан. Вот кто любит банановые запахи, те знаете, что он будет по их обещаниям, и можете как-нибудь зайти понюхать. Но вот эта роза, это прям что-то просто необыкновенное. Такой замечательный запах. Если будете проходить мимо The Body Shop, то просто попробуйте. Может быть, вам тоже так сильно понравится, как и мне. Ну и завершаем мы сегодняшнее видео двумя новыми штучками из коллекции лимитированной, которая называется «Желейные джунгли» от Кика Милана. Я эту коллекцию случайно увидела у них на сайте. Я не то, что, знаете, постоянно сижу на сайте Кика и стерегу, какие там у них новые коллекции выходят, потому что у них новые коллекции выходят просто постоянно, там какое-то просто огромное их количество, бесконечный поток. И иногда они действительно очень интересные. Но я просто случайно зашла на сайт, увидела, ух ты, какая красивая коллекция. И когда проходила мимо магазина, решила зайти еще ее потестить. И не ушла без покупок. Во-первых, это вторая рекомендуемая мной летняя палетка. Как раз вот коллекция «Желейные джунгли» и это оттенок 01. Есть еще оттенок 02, который в более таких розовых оттенках. Почему мне он понравился? Потому что он очень сильно напоминает, на самом деле, палетки от Estee Lauder, лимитированные, которые у них именно летом выходят и называются они «Бронзовая богиня». Вот если зажать, убрать вот эти вот цвета, то вот это вот, это прям оттенки из вот этих палеток «Бронзовая богиня» от Estee Lauder. Тени очень хорошо пигментированы, очень красивые. Единственное, что вот этот вот самый темный чуть-чуть может осыпаться при нанесении, но все остальные оттенки, я за ними такого не замечала. Их можно применять как сухим, так и влажным способом, как, в принципе, практически все тени от Кика и при влажном нанесении они еще более яркие. Мне очень понравился вот этот, потому что он прям такой, когда особенно влажным способом наносит, он прям такой бах, такой прям цвет морской волны, очень красивый. И вообще, вот знаете, обычно такие палеточки, где очень много разных маленьких теней, они такие, ну, у большинства брендов не очень получаются, а вот у Кика как-то, у них каждый раз, когда выходят вот такие именно палетки, они какие-то прям очень хорошие. Поэтому советую, опять же, вам посвочить, прям очень-очень достойная. Ну и последняя штучка на сегодня, это тоже из категории мне безумно понравился цвет, а это вот такая вот тушь. Также это линейка Jelly Jungle, водостойкая тушь в оттенке синий, металлик. Я, когда ее увидела на сайте, такая, ну, вроде интересный цвет, и потом, когда я пришла в магазин и просто ее на руку нанесла, я увидела, о боже, это такой обалденный, просто цвет, просто потрясающий. Он, знаете, он реально синий металлик, очень красивый. А это водостойкая тушь, сразу предупреждаю, то есть удалять ее придется с помощью гидрофильного масла, либо с помощью каких-то специальных смывок, но на глазах смотрится очень-очень красиво. И еще один момент, тушь немножечко может у вас отпечататься, когда вы только-только накрасили чуть-чуть ресницы, и если она у вас не досохла, она может реально вот здесь вот остаться. Ну, потом просто ватной палочкой сухой ее стираете, и все, и все будет замечательно. Но вот просто, чтобы вы об этом знали. И на этом я завершаю сегодняшнее видео. Я надеюсь, что что-то из этого богатства вас заинтересовало, потому что новинки такие прям действительно яркие. А если, опять же, что-то вас заинтересовало, то вся информация будет в инфобоксе под этим видео. Желаю вам, чтобы сегодня у вас был очень-очень яркий летний день, все-таки лето уже настало, чтобы у вас, знаете, не только на улице, но и в душе пели птицы, чтобы все у вас было хорошо. Спасибо вам за просмотр, и до встречи в следующих моих роликах. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!